МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спецоперация под названием «Погибшие русские граждане на территории Сирии» продолжается, и она усиливается такими селебрити, с такими знаменитыми источниками, как CNN, Reuters. Какие-то даже видео стали появляться, которые, собственно говоря, ничего не доказывают, и, естественно, это усиливает вот этот вой. Происходит определенное маневрирование. Я снова хочу обратить внимание на важные два какие-то момента. Во-первых, когда первая атака рассыпается, и становится понятно, что предъявить нечего, и начинается вторая атака, потому что это основной ключевой элемент сценария, то дальше начинает подтягиваться так называемая селебритис, то есть авторитет и мнение, слово которого весит почти как видеорепортаж. И вот здесь нам с вами нужно быть очень внимательными. Когда говорят о погибших гражданах России на территории Сирии, ЧВК, Вагнера, как сказал Reuters, более 300 граждан России, связанных с деятельностью Кремля, то нам с вами нужно понимать несколько очень важных моментов. Поскольку речь идет о наемниках, то нам с вами нужно знать вообще структуру наемничества в мире. Вообще надо сказать, что иностранный легион Франции, другие наемники из других стран, частные военные компании, они все на самом деле блокируются, ну, примерно как Коминтерн, Фининтерн и Социнтерн. То есть у этих частных компаний всегда есть глобальный уровень управления. И сам факт того, что Reuters, ну, как бы появился в числе серебритис и начал говорить в эту сторону, говорит о многом. Речь в любом случае идет о надстрановом уровне управления. Сразу вспоминаем, Reuters — это агентство, которое Ротшильды купили еще в середине 19 века. А это в любом случае надстрановое управление. Этот семейный клан управляет многими финансами и управлял разных стран. Это первый момент. А во-вторых, нужно помнить саму структуру наемничества. Как вы думаете, когда на Украине разворачивались события 2014 года, в страну, когда приоткрылась граница на Западе, вошли просто некоторые части НАТО, да, 66-я бригада разведки НАТО и так далее? Нет. Туда вошли наемники и прежде всего русскоговорящие. Среди них были замечены люди, например, польского, литовского, хорватского и русского происхождения. То есть среди наемников международных и во французском легионе и в других. Естественно, существуют и работают и служат выходцы из стран СНГ. Не будем забывать и тот факт, что в числе террористической организации ИГИЛ, запрещенной на территории Российской Федерации, служат тоже выходцы из Российской Федерации. И они тоже имеют на руках паспорта. Возникает целая оперативная, ну такая, знаете, да, маневр, который строится исключительно на том, что нам предъявить вам нечего, мы сейчас вам покажем авторитетов мнения, которым надо верить вот просто, безусловно. Вы верьте и, собственно говоря, начинайте поддерживать этот шум в связи с тем, что это является ключевым элементом сценария. Не более, не менее. Поэтому я всем предлагаю, вот по поводу этой истерики, все равно успокоиться, внимательно наблюдать, понимать действия отдельных чиновников, которые маневрируют, но в любом случае не принимать никаких решений, потому что это исключительно информационная спецоперация, которая базируется на трех основных китах оперативной работы. Дезинформация, маскировка и саботаж. Не более и не менее. Вот эта тема, мне кажется, сегодня очень важно на ней акцентировать внимание. Вы будете смотреть ролики патриотических каналов на Ютубе, вам будут рассказывать, что это все очень плохо, что это явное поражение и так далее. Но самое главное, не доказано ничего, мы ничего не имеем. Это всего лишь навсего иллюзия. Произвести впечатление, что так вот случилось, заставить людей двигаться в этом направлении, а и все пропало. И таким образом подвинуть их к тому, к чему они и стремятся. А это, между прочим, государственные перевороты, разглядывание гражданской войны, как на Украине, только в других масштабах. Поэтому держим спокойно строй, смотрим, наблюдаем и абсолютно не истерим. Второй вопрос, который я сегодня хотел бы обсудить, он базируется на небольшом исследовании, которое я провел. Я очень много общаюсь со школьниками, со студентами. У меня есть люди, с которыми мы общаемся чуть ли не в кругло, ну, ежедневном режиме. И, в общем-то, задался я вопросом, а сколько молодежи, особенно в избирательном возрасте, 18+, сколько людей пойдет на выборы? Тут в чем проблема? Дело в том, что я-то рожден еще во времена Советского Союза, даже при всем при том, что у нас в школе читались политинформации, я закончил военное училище. И, в общем-то, с точки зрения политической подкованности, это у меня с детства. И, в общем-то, различать свои и чужие, что такое маскировка, дезинформация и саботаж, я впервые услышал в 1984 году. Но ситуация сегодня складывается так, что дети, рожденные в 60-е, 70-е и даже 80-е годы, отличаются от современных, тех, которым сегодня 18 лет. Они, в общем-то, живут в таком информационном пространстве, где большее влияние на их психику оказывают фильмы, игрушки, да, мода. Очень многие мальчики, да, очень сильно зависимы от окружающего мнения, ходят в этих подстреленных брючках, да, с голыми щиколотками, ну, чтобы не отличаться, не дай бог, ни от кого другого. То есть психика там достаточно, ну, такая, неуравновешенная, неуверенная и так далее, и так далее. И вот я вам скажу, что с точки зрения идти на выборы или не идти, у молодежи тоже есть персонные влияния, а поскольку они зависимы от чужого мнения, которые приводят к тому, что мы, по моим подсчетам, на выборы в 18-19-20-летнем возрасте собирается идти не более 20-25% людей. Этой целевой категории. То есть получается ситуация, при которой этой целевой аудиторией управляют некие скрытые персоны влияния, а мы с вами вообще не имеем никакого влияния. Ну, во-первых, безадресно дети эти, ну, я их называю детьми, потому что имею на это право, дети эти не разбираются в вопросах государственного управления, вообще теории практики управления, они не умеют работать персонально-адресно и безадресно-циркулярно. Для них это все, ну, какая-то, знаете, темная такая сфера, это политика, это грязь, мы в ней не разбираемся, и политикой увлекаться не модно, да? И вот это вот информационное поле, которое висит над детьми, оно приводит к тому, что вот именно вот в этой части целевой аудитории у нас могут быть провалы. А нам, я вам честно скажу, в этом году, со всеми его рисками и угрозами, допускать провалов нежелательно. Тем более, что именно эти люди, да, через 10-15 лет войдут в управление. А они сегодня вообще не только единицы, менее 5% из этих детей, они активно готовятся занять управленческие позиции, и они, собственно говоря, готовятся, как информационные работники. И в связи с этим я подумал над тем, что нам с вами нужно этим вопросом заняться. Сегодня у нас 16 февраля, да, еще время есть, еще мы можем с вами провести некоторые мероприятия. И вот здесь, я думаю, что надо подумать над тем, чтобы обратиться к людям, которые могут организовывать всевозможные мероприятия. То, что происходит безадресно-циркулярно в социальных сетях, это, безусловно, фронт работы, который нужно делать. Нужно писать ролики, нужно писать статьи, нужно заходить в Инстаграм. Это очень важная часть работы. Вот представьте себе, в чем еще системный парадокс нашей с вами работы с этой частью аудитории. По большому счету, даже с учетом того, что мы с вами живем в социальных сетях, я имею в виду взрослых, 35+, мы есть в Фейсбуке, мы есть в Одноклассниках, мы есть в ВКонтакте, может быть, в каких-то еще социальных сетях, в живом журнале. Но по большому счету, Инстаграм, как молодежная социальная сеть, как социальная сеть, глухо привязанная к мобильным телефонам, да, а там есть свои группы, свои предпочтения, свои субкультуры. Вот там мы с вами абсолютно не находимся. И, соответственно, мы обратную связь не снимаем. Получается, у нас есть технологический затык, который связан с тем, что дети находятся уже в современном технологическом укладе, они общаются между собой сетевым образом, путем мобильных телефонов, и это информационное поле практически не пересекается с нашим информационным полем. Мы говорим за все хорошее, против всего плохого. Нужно сделать вот это, вот это, вот это. И, в общем-то, в целевой аудитории 35+, в общем-то, какие-то, ну, общие результаты видны. Некоторые люди поляризуются в одну сторону, некоторые в другую. Происходят дискуссии и дебаты, но в целом вопрос, связанный с тем, что идти или не идти на выбор, я в данном случае не занимаюсь политической агитацией. Я ни за какого кандидата не агитирую. Я говорю всего лишь о том, что кто бы ни был из избирателей, за кого бы он сердцем не тянулся, он крайне должен быть заинтересован в максимальной явке на выборы. Почему? Дело в том, что мы крымчане. Пункт первый, да? И у нас есть опыт двух Майданов. 2004 и 2014. Вот как ни крути. Этот опыт физический, мы его провели через свое тело. Мы не просто слышали из СМИ, как это все устроено, да? А мы это прожили. Причем я прожил оба раза на Майдане. Я и в 2004-м был в Киеве на Майдане, да? И прямо по автобусам, по палаткам. И в 2014-м у меня есть опыт. Я прекрасно понимаю, как это устроено и как это работает. И особенно, как это работает, например, с молодежной аудиторией. Я реально видел, как из Киева Мигелянской академии, да? Или из университета Шевченко выводят строем студентов, молодежь, именно вот эту избирательную молодежь. По краям идут эти всякие форварды, да? Или управляющие, или грантоеды. Они вот идут и кричат речевки. Это было в Киеве. Это был ноябрь, декабрь 2013 года. У нас, конечно, до такого не дойдет. Но на самом-то деле влияние на молодежную аудиторию по-прежнему имеем не мы. И в связи с этим я предлагаю всем людям, которые имеют возможность, мотив и желание подумать над тем, чтобы организовать встречи с нами, с редакцией программы «Информационная война». Опять же, повторю, никакой политической агитации, никакой предвыборной агитации. Мы будем говорить только о том, как это работает. Почему молодежи в возрасте 18 плюс нужно идти на выборы? Я тезис сейчас набросаю «почему». Если посмотреть на опыт всех цветных революций, которые происходили там и в Грузии, и в Сирии, и в Ливии, и в Египте, и так далее, мы с вами обратим внимание, что, как правило, эти события увязаны с выборами. Пункт первый. Пункт второй. Как правило, это происходит по сценарию, что выборы признаются нелегитимными. И, соответственно, сразу же поднимаются определенные колонны. Есть колонны боевиков, есть колонны подготовленных журналистов, есть колонны подготовленных блогеров, и есть чиновники, которые могут быть готовы на этот запасной вариант. Соответственно, происходит два потока. Первый – это то, что происходит за кулисами, а второй – это то, что происходит на камеры. И таким образом происходит цветная революция, и, соответственно, решается это все равно местами силовым путем. Но на телевизоре это все происходит на уровне, что молодежь не согласна, а молодежь, например, ее не спросили. Так вот, чтобы молодежь спросили, нужно, чтобы молодежь вот просто по зову сердца пошла и проголосовала, за кого они считают нужным. Для того, чтобы не было в этой целевой аудитории пробелов, для того, чтобы выбить из возможных сценариев, вот этот вот фундамент, который называется «неявка на выборы», когда, например, 80% людей в возрасте 18-22 просто поленятся. А ведь они реально поленятся. Они, во-первых, либо не знают, им никто не рассказывал, с ними никто не дискутировал, они через тело не пропустили, они не прочувствовали, что такое хорошо и что такое плохо. И они не понимают, как это работает. Для них вся жизнь – это гаджеты, это семья, это, может быть, у мамы попросить денег, может где-то случайно подзаработать, и какие-то страсти сиюминутные с очень маленьким горизонтом планирования. Молодежь – это прежде всего маленький горизонт планирования. Напомню, что у меня был монтажер однажды, который получил первую зарплату, ну, в пересчете, там, примерно по нынешним деньгам, тысяч 15, да. Что он делает? Он человеку 19 лет. Он получает зарплату, он оторвался от мамы, он, это было дело в Ялте, да, и этот монтажер, получив эту зарплату, одалживает примерно столько же и покупает себе айфон, потому что у него горизонт планирования очень маленький. Ему надо не отличаться от своего окружения. А на следующий день он начинает одалживать деньги на хлеб. Так устроена психика юношеская. Вот для того, чтобы развернуть их горизонт планирования на более широкую перспективу, а как они будут жить, например, не здесь и сейчас, не сегодня, а до 2024 года, как это связано с судьбами страны, с судьбами Республики Крым, как это связано вообще с их способом стояния на земле, об этом нужно говорить. А у нас с вами, вот если взять календарный план всех мероприятий, причем мероприятий адресно-персональных, там уроки, встречи, беседы, там разговоры личные, с глазу на глаз, да, и взять безадресно-циркулярно, это сколько мы выпустили роликов, сколько вышло программ, сколько мы написали текстов, которые будут вброшены в их ВКонтакте, их Инстаграм, да, которые они реально прочитают и, может быть, даже лайкнут, да. Вот таких мероприятий, если посмотреть, то на темы перечисленной, темы сегодняшнего эфира, у нас мероприятий практически нет. Поэтому я предлагаю всем людям, которые заинтересованы в том, чтобы мы прошли 18-й год ровно, спокойно и даже с хорошим настроением организовать по возможности встречи со мной на вашей территории, организовать всевозможные классные часы, да, я не знаю, политинформации, лекции по профориентации, лекции по политическому положению. Еще раз повторяю, никакой агитации, никакой предвыборной пропаганды, а прежде всего вопрос явки. Нам нужно сделать максимально возможную явку молодежи на выборы. От этого зависит государственная безопасность в том числе. И это я говорю не голословно, это я говорю не просто мне так взбредилось, а просто потому, что я человек, профессионально занимающийся противодействием цветным революциям на протяжении последних 10 лет. А поскольку у нас есть угрозы, связанные с этим, просто даже угрозы, то, соответственно, кто нас посчитает умным, если мы не постараемся подстелить соломки. Поэтому, еще раз повторяю, обращаюсь ко всем лицам, педагогам, руководителям потоков, руководителям разных коллективов молодежных, которые занимаются трудовой деятельностью, любых людей, которые могут организовать такие мероприятия. Есть аудитория, есть возможность принять на нашей территории. Давайте обсудим с вами возможность встречи буквально на 45 минут, на 60 минут по вопросам профориентации, по вопросам стратегического планирования персональной жизни и по вопросам явки на выборы. Казалось бы, да, разнородные элементы, но я их объединяю в одну риторическую триаду. И это очень важно. С нашими детьми нужно начинать вести разговоры на такие темы, потому что они действительно живут в очень узком горизонте планирования. И вот это вот кокон, который их держит, да, сиюминутная страсть, «Хочу здесь и сейчас». Помните реклама Кока-Колы? «Здесь и сейчас». «Бери от жизни все». А все, что будет дальше, подумают другие дяди и тети. Так вот, чтобы этот порочный круг разорвать, нужно провести определенный ряд адресно-персональных мероприятий. Мы друг другу посмотрим в глаза, да, мы друг друга протестируем на внутреннюю силу, кто что думает, кто что считает нужным. И таким образом придем к определенным выводам относительно того, что делать 18 марта. Особо хочу обратить внимание на политологов. Есть такие студенты в наших вузах в том числе, то есть люди, которые реально готовятся стать управленцами. Люди, которые реально учатся писать аналитические справки, разбираться в клановой структуре разных политических сил, да, строят стратегии и так далее, и так далее. Я вам скажу, что по опыту последних десятилетий такие направления финансировались, в общем-то, с запада. И у наших детей, у студентов, которые занимаются политологией, очень часто, вот поверьте на слово, да, из личных разговоров, очень часто сердце находится на западе. Они могут у нас в Крыму этого прямо не проявлять, потому что здесь русский дух, здесь Русью пахнет, да, и здесь есть определенное социальное давление, невербальное. Ну как ты, ну выйдите, да, сейчас в Симферополе с флагом правого сектора и начните кричать речевки. Все посчитают, что человек неадекватен. Вот примерно то же самое. Но сердце лежит на западе, воспитаны они на западе, и в принципе там считается все хорошо, а здесь какое-то недоразумение. Это даже есть у нас. Так вот, я думаю, что кроме встреч, просто классных часов, в вузах, в коллективах, да, кроме работы в социальных сетях, когда мы с вами должны подумать над методикой подачи текстов в их информационное поле, в их инстаграмы, в их контакты, в их группы, я бы организовал дискуссию. То есть я бы, например, попросил бы некоторых политологов, которые учатся и которые имеют, ну, такой слегка либеральный взгляд на жизнь, о том, что надо дружить с Западом. У нас очень много таких людей в федеральном центре, на материке. Организовать дискуссию, сделать этот интернет-проект для того, чтобы люди высказались, аргументированно обозначили свою позицию, сделали, например, претензии к явно патриотическому крылу, которая сейчас, в общем-то, достаточно обоснованно считает, что санкции идут на пользу российской экономике, что у нас меньше закладок и связей становится прежде всего в сфере сельского хозяйства и в других отраслях экономики. И так далее, и так далее. Мы можем пройтись детально по разным направлениям общественной жизни, но сделать получасовый продукт в интернете, при котором выскажутся политологи, прежде всего молодые политологи. И главным выводом такой дискуссии, вот знаете, вот дискуссионный клуб, который записан на 3-4 камеры и который сформирован такой продукт. Мы его можем посеять в социальных сетях. Наша основная цель – это социальные сети. Но будут высказаны все глубинные претензии, ожидания, недоразумения, дезинформация, маскировка, саботаж. Все будет поднято, все будет аргументировано, объяснено или отбито, или не отбито, а принято к сведению. Это тоже нужно сделать. Обратная связь из этой среды нам нужна. Но тогда у нас появится инструмент, который называется «Мы просто посеем это в социальных сетях и вызовем определенную волну». Кроме того, я думаю, что молодым блогерам, которые в нашей работе участвуют, являются членами горизонтального договора, можно сделать небольшое поручение, тоже на предмет горизонтального договора, сделать небольшой опросик на телефон. Просто. Можно не представляться, можно представляться, речь опять же идет не об агитации, речь идет о явке на выборы. Пойдут ли молодые на выборы? И почему? Нам этот вал обратной связи нужен. Мы его можем просто математически подсчитать, для того, чтобы понять, где мы находимся, где у нас риски и угрозы. И вот эта системная работа, если даже будет просто вывалена на разных каналах Ютуба, мы ее сможем синтезировать, и итоги этой работы я вам смогу в начале марта уже, собственно говоря, и предъявить. Поэтому обращаюсь ко всем телезрителям программы «Информационная война», которые находятся с нами в горизонтальном договоре, которые перепощивают, ну, постят у себя в социальных сетях выпуски программы, мы ведем дискуссии, обсуждения, у нас там сверка часов. Если вы считаете, что мое предложение логично, реально имеет право на жизнь, то предлагаю со всеми педагогами, со всеми людьми, которые управляют юношескими, молодежными коллективами, поговорить на предмет того, чтобы организовать физические встречи, я реально приеду сам, я зайду в любую аудиторию, я поговорю со всеми, отвечу на вопросы. Эта встреча, она абсолютно ненавязчивая, это не стоит денег абсолютно, но, во всяком случае, мне позволят замерить обратную связь с объектом управления, а им позволят, например, получить ответы на те вопросы, на которые им все равно не отвечают. Или отвечают не так, или отвечают вопреки их ожиданиям. Вот эти встречи, они несут очень важный, ну, эффект, знаете, замеры обратной среды. Во-вторых, я предлагаю подумать всем над вашими предложениями. То есть любое конструктивное предложение, связанное с производством контента или организацией любых встреч, воспринимается с большим уважением и позитивом, потому что, ну, одна голова хорошо, а 10 лучше. Соответственно, любые ваши предложения, связанные с тем, чтобы создать ситуацию, при которой молодежная аудитория 18+, пойдет на выборы в силу определенных обстоятельств, непреодолимой силы. То есть людям просто раскроют глаза, что им предстоит в ближайшее время, да, и даже на примере Донбасса, и на примере Украины, и на примере призывников, и на примере любому. Там есть о чем говорить. Мы с вами сможем решить эту задачу. Ну и все, что касается организации интернет-ток-шоу или дискуссионных клубов, мы с вами можем просто на свободной площадке, в кафе, в ресторанах, в арендованных аудиториях найти представителей разных точек зрения на предстоящие выборы, на какие-то, я не знаю, нюансы, связанные с этой избирательной кампанией, и прежде всего с явкой на выборы и организовать такую дискуссию. Пусть это будет 15-20 минутная программа, мы ее запишем, смонтируем. Мы, во-первых, протестируем нашу молодежь с точки зрения их способностей к караторскому делу. Это тоже очень важно. Тут же на самом деле управленцы — это не только те, которые очень правильно в Excel что-то записывают, это еще и те люди, которые могут своим словом управлять социальными группами. Так вот, таких людей тоже нужно выявлять, это наш золотой запас, и этих людей нужно растить. Поэтому все, что касается организации дискуссионных клубов или молодежных интернет-ток-шоу на лету, которые делаются очень маленькими ресурсами, которые делаются просто по желанию, по прихоти, задается тема и пошли-поехали. При этом сразу же мы можем организовать несколько групп, втянуть туда прежде всего людей, которые журналистам, учатся на журналистов, на политологов, на управленцев, на любых гуманитариев, включая кинематографистов, режиссеров, актеров, кого угодно. Гуманитарный блок профессий. Тоже предложение жду от вас. Можем назначать со следующей недели даты для предварительных встреч, для предпродакшн-митингов, для того, чтобы организационные моменты провести и назначить дату съемки. И в результате этого всего мы с вами сможем получить ряд инструментов, которые нас приведут к желаемому результату. Вот такое совещание я хотел сегодня провести со зрителями программы «Информационная война». Напомню, что наша программа занимается вопросами, связанными с русской победой. «Русская победа» — это проект русской глобализации, который распространяет нашу с вами этику, нашу нравственность на общественные процессы не только на территории Российской Федерации, многонациональной страны, но и на территории сопредельных государств, которые тянутся к Российской Федерации. Нас не интересует ничья ни в коем случае. Нас интересует исключительно победа. Поэтому победа делается духовитыми людьми, не теми, которые отвечают на вызовы среды, а теми, которые сами задают повестку дня. Я предложил сегодня вот такую повестку дня. Сегодня 16 февраля 2018 года. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин